всем привет друзья сегодня знаменательный день поскольку сегодня мне пришло сразу два больших больших подарка вот первый это вот такая вот книга брюса диккенсона с автографом самого маэстро собственно так вот она выглядит большая классная книжка вот спасибо спасибо большое это классно обязательно прочту обязательно поделюсь со всеми своими эмоциями от этой замечательной книги которая называется зачем нужна эта кнопка а теперь о главном собственно здесь у нас пришла посылочка андрея он прислал мне целых пять пакетов и вот такую вот картоночку вот что ж поскольку у нас неравное количество пакетов то сейчас при вас я вскрою желтый пакет и мы посмотрим что же там находится сам пакет устроен таким вот образом что его нужно подвесить как это что-то сделать с ним мы его сейчас попробуем аккуратненько разорвать где-нибудь сейчас схожу за нож итак мы открываем все жаль что вы не можете почувствовать этот запах ребята это натуральный запах жевачек turbo вот они все здесь видно здесь вот они выглядит красненькая почему только одна и вот что-то случилось с одной желтой ничего сейчас мы ее откроем посмотрим что же с ней случилось то ли кто-то уже желал то ли что-то случилось то ли одно из двух что-то то у нас вильямс легендарная команда одна из последних частных команд формуле-1 и это это восьмидесятый год год когда у нас выиграл чемпионат кике розберг не похоже на то что ее грызли но сами посмотрите вот так это выглядит ладно прохладно вскроем еще парочку ради азарта ради и конечно могу сказать что жвачки упакованы очень качественно и все они как видите при первом же на нем при первом же на них каком-то давлении они буквально разваливаются посмотрите но зато у нас вот есть теперь целых два вкладыша которые можно так вот посмотреть тогда это ferrari ребята это ferrari forza ferrari видите семьдесят пятый год что ж продолжим достанем еще один легендарный автомобиль формула-1 это кто иной как макларен mp44 друзья мои это тот самый автомобиль которым который вошел в историю впрочем каждый из этих автомобилей вошел в по-своему что ж вот перед нами такой вот такая вот большая суматоха немножечко разбили наши стройные ряды не знаю может быть открыть еще одну синюю все-таки ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй вот то чем помните грешили в свое время очень сильно наши турецкие друзья плохой обрез видите видите и легендарный легендарный дядюшка тирал который построил автомобиль имени себя вот такой вот 73 год и он оказывается бракован что очень жаль очень жаль дядюшка тирал конечно не был бы очень рад что делать вот что еще что еще а кстати на коробках между прочим написано что здесь 10 жвачек судя потому что мы уже развернули их немножко побольше вроде как 12 ну с советом может быть можно им простить вот эту вот половинную жвачку там или что-то еще один вильямс фрэнк вильямс между прочим до сих пор жив и хоть практически не приезжает на гонки но вот этого молодого человека он взрастил и воспитал сам если я правильно понимаю то это автомобиль гражданина жака вильнева 97 год фрэнк вильямс 19 как видите индекс ну собственно чемпионский болид 97 года вот так вот выглядел вот что ж что мы имеем мы имеем несколько вкладышей можно их наверное выложить сюда вот сожалению к моему большому да там два вкладыша оказались несколько не кондиционном состоянии вот так выглядят все четыре вида жвачки собственно как видите на них есть какой-то особый или это просто просвечивается просто такая такие сделали тонкие обертки что просвечиваются вкладыши под ними если вот видите вот темная темный кусочек здесь вот темный кусочек вот под буквой р то ничто иное как просвечивающийся вкладыш просвечивающаяся наклейка вот она здесь мы можем даже тут брэбом сейчас находится вот здесь можно это четко прочитать что же на этом наш небольшой экскурс в историю автогонок в классе формула-1 заканчивается вот хочу всем пожелать добра хорошего настроения коллекционируйте собирайте вкладыши наклейки фишки что угодно календарь и китам не знаю арматуру сдавайте металл и покупайте вкладыши вот с вами был эндрю увидимся как-нибудь я для вас обещал распаковать еще не одну жвачку turbo счастливо